Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим устройство и принцип действия хлебопекарных печей средней мощности, конвейерных люлично-подиковых печей большой мощности и печей с жестким кольцевым конвейером. Хлебопекарные печи средней мощности. Печи, ФТЛ-2 относятся к группе конвейерных люличных тупиковых печей средней мощности с канальным обогревом пекарной камеры. Эта печь по вырабатываемому ассортименту универсальна и предназначена для выпечки хлебобулочных, бараночных и сухарных изделий всех наименований, а также многих видов мучных кондитерских изделий. Печь состоит из топки 1 пекарной камеры 2 цепного конвейера 3 с люльками 4 и приводного механизма. Топка печи приспособлена для сжигания дров, угля, мазута и газа. При сжигании угля применяется воздушное дутье. Воздух от центробежного вентилятора поступает под колосники и через отверстия в них проникает в слой топлива. Горячие газы направляются из топки 1 по нижнему кирпичному каналу 2, передающему тепло пекарной камере через свод по двум вертикальным каналам 3, расположенным в боковых стенках печи, и далее направляется в металлический радиатор 4, а затем по передним 5 и задним 6 стоякам поднимается в каналы верхнего газохода 7. Для изменения направления потока газов в задних стояках 6 и горизонтальных каналах установлены шиберы 8 и 9. При выпечке ржаного хлеба, когда необходимо создать высокую температуру в первой зоне пекарной камеры, перекрываются шиберы 8 и 9, и все газы направляются в каналы верхнего газохода 7. При выпечке пшеничного хлеба, не требующего высокой температуры в первой зоне, шиберы 8 должны быть закрыты, а шиберы 9 открыты. При этом газы из радиатора поступают в каналы верхнего газохода 7, в его средней части. После верхнего газохода газы омывают 3 водогрейных котелка 10 и направляются в боров 11. При открытии шиберов водогрейные котелки могут обогреваться активными газами, поступающими из топки, по вертикальным каналам 13. Для регулирования движения газов предусмотрен шибер 15. Цепной конвейер представляет собой две пластинчатые шарнирные цепи с 140 мм, перекинутые через три пары чугунных блоков 5, укрепленных на стальных валах. Между цепями подвешены люльки 4. Для выпечки формового хлеба люльки делают из уголковой стали в виде рамок, в которые вставляются секции из форм, а для подовых изделий применяются люльки с подиками из листовой стали с бортами с трех сторон. Всего в печи имеется 24 люльки шириной 1920 мм и длиной 350 мм. Для выпечки формовых изделий на конвейере размещается 36 люлик длиной 220 мм, с шагом их подвески 280 мм. На такой люльке устанавливается 16 форм, размером 235 на 115 мм поверху. Конвейер с люльками приводится в движение от электродвигателя 1 кВт 930 оборотов в минуту, соединенного с ременной передачей с редуктором, а последний через цепную передачу соединен с приводным валом. На случай необходимости конвейер печи снабжен ручным приводом, позволяющим прокрутить конвейер и выгрузить находящийся на люльках хлеб. Движение конвейера печи прерывистое. Регулировка продолжительности выпечки осуществляется реле времени в пределах от 7 до 100 минут. За счет изменения времени остановки, выстоя, печного конвейера. Выключение электродвигателя производится автоматически с помощью конечного выключателя и пальца, прикрепленного на ободе приводной звездочки. Установка пальца производится с расчетом остановки люльки точного посадочного устья печи. Кроме реле времени, печь у рабочего места снабжена кнопочным пускателем с двумя кнопками для пуска и остановки электродвигателя. Для увлажнения среды пекарной камеры в первой зоне над четырьмя люльками установлены гребенка трубок 6 диаметром 50 с отверстиями, обращенными в сторону конвейера. Пар поступает на двух трубчатых парогенераторов. Пар поступает из двух трубчатых парогенераторов 12 диаметром 200 мм, установленных в газоходах, расположенных внизу боковых стен кладки печи или из котельной предприятия. Избыток пара из пекарной камеры удаляется через канал 7, перекрываемый шибером, ручка 8 которого выходит к месту посадки. Паровытяжной канал соединен с сборовым печи. Посадка тестовых заготовок или форм с тестом и выемка готовых изделий производится через посадочное отверстие. Включив электродвигатели привода печи, следят, когда загорится сигнальная лампа реле и, открыв дверцу, производят посадку тестовых заготовок на подошедшую к посадочному отверстию люльку. По истечении установленного времени реле автоматически включает электродвигатель привода, а загруженная тестом люлька передвигается в верхнюю зону пекарной камеры. Последующая загрузка печи производится в той же последовательности до момента, когда первая посаженная люлька подойдет к отверстию под разгрузку. Сняв готовые изделия, люльку загружают вновь. Производительность печи FTL-2 зависит от температурного режима, массы и наименования вырабатываемых изделий. Количество изделий на люльке рациональной организации труда и составляет от 7,1 до 15,3 тонн в сутки. Печь HPP-25 состоит из камеры увлажнения 1, пекарной камеры 3 и топки 9. В пекарной камере расположены четырехъярусные люлично-подиковый конвейер 4 с 65 люльками размером 1920 на 220 мм или 43 люльки размером 1920 на 350 мм и 6 пар блоков, из которых крайний справа 7 в верхнем ряду является натяжным. Движение конвейера непрерывное. В камере увлажнения расположены приводной и направляющей 15 валы со звездочками. Конвейер приводится в движение от электродвигателя мощностью 1,7 кВт, частотой вращения 930 оборотов в минуту, через червячные и цилиндрические редукторы, клиноременную, плоскоременную и цепную передачи к приводному валу. Продолжительность выпечки регулируется вариатором скорости конусно-консольного типа. Из топки печи газы поступают в центральный газоход подвесного канала 8. В конце канала газы разделяются на два параллельных потока, которые по двум боковым газоходам возвращаются в сторону топки и по боковым каналам опускаются в два нижних канала 10, а из них по двум стоякам 11 направляются в передние вертикальные газоходы 2, откуда по верхним каналам 6 газы направляются под водогрейные котелки. Вертикальный канал 2, отделяющийся от пекарной камеры металлической стенкой с малым термическим сопротивлением создает в посадочной части пекарной камеры высокую температуру, то есть зону обжарки, необходимую при выработке ржаных хлебных изделий. Однако при выработке хлебных изделий из пшеничной муки необходимо в этой зоне понизить температуру и повысить влажность. Для этого в вертикальных стояках боковых стен печи размещаются два парогенератора. Это снижает температуру газов, поступающих в канал 2 и уменьшает подачу тепла в пекарную камеру. Повышение влажности в этой зоне достигается подачей пара по трубам 5. Пар в камеру увлажнения подается по двум трубам 16, а для опрыскивания водой готовых изделий предусмотрена труба 12 с форсунками, направленными вниз в сторону проходящих под ними люлик. Загрузка тестом формы, выгрузка готового хлеба производится вручную. Выгрузка подовых изделий на ленточный транспортер 13 производится автоматически при помощи упора наклоняющего люльку на 30-45 градусов. Порядок работы и обслуживания печи такой же, как и рассмотренный ранее FTL-2. Производительность при выпечке формового ржаного хлеба и забойной муки 25 тонн в сутки. Печь ГГР-1 создана на базе универсальной конвейерной люлично-подиковой печи FTL-2 и предназначена для ее замены при реконструкции предприятий в целях увеличения их производственной мощности. В отличие от FTL-2 печи ГГР-1 предусмотрены выносная камера 1 для увлажнения тестовых заготовок, 4-х ниточный цепной конвейер 2 с 64 люльками, 4 вместо 1 радиатора 3, устройство для опрыскивания водой тестовых заготовок перед пекарной камерой 5 и готовой продукции после выпечки 4. Улучшено газораспределение в каналах печи, что позволило повысить качество хлебных изделий при значительном увеличении производительности печи. В остальном работа и обслуживание печи такая же, как и у печи FTL-2. Привод конвейера осуществляется от электродвигателя мощностью 1,5 кВт. Топка печи приспособлена для сжигания твердого, газообразного и жидкого топлива, в зависимости от местных условий. На слайде камера для гигротермической обработки тестовых заготовок показана в двух вариантах – с верхним и нижним блоком. Второй вариант применяется для выпечки изделий, не требующих увлажнения. При выработке формового хлеба из пшеничной обойной муки масса 1 кг. Производительность составляет 35 тонн в сутки. Печь P104 относится к группе тупиковых конвейерных люликоподиковых печей средней мощности с электрообогревом. Печь предназначена для выпечки широкого ассортимента хлебобулочных, бараночных и мучных кондитерских изделий. Печь состоит из блочно-каркасного ограждения 1, пекарной камеры 3, в которой размещен двухниточный конвейер 4 с втулочно-роликовыми цепями с шагом 140 мм. На конвейере через каждые три звена подвешены 34 люльки 5 размером 1920 на 350 мм со съемными подиками. Передний вал 11 конвейера приводной, а задний 8 натяжной. Валы опираются на подшипники качения, которые у приводного вала вынесены за пределы печи, а у натяжного расположены в нишах боковых панелей. Направляющие звездочки 2 крепятся на консольных осях. Движение конвейера печи равномерно прерывистое, осуществляемое с помощью реле-времени и концевого выключателя, установленного у приводной звездочки. Привод печи состоит из электродвигателя, клино-ременной передачи, червячного редуктора с И равное 37 и цепной передаче. Пекарная камера обогревается 7-12 трубчатыми электронагревателями 6, мощностью по 2,5 кВт каждый, суммарная мощность 180 кВт. Нагреватели разбиты по зонам пекарной камеры на 4 группы в соответствии с тепловыми нагрузками. Для контроля теплового режима по зонам предусмотрены 4 термопары 7. Температура может регулироваться автоматически и вручную. Ограждение печи выполнено из пустотелых металлических панелей 9, заполненных минеральной ватой. Между верхней и нижней ветвями конвейера размещены вытеснительные короба 10, что позволяет лучше регулировать температуру среды пекарной камеры. Для увлажнения пекарной камеры паром, поступающим от котельных предприятия, предусмотрены три гребенки, расположенные над первыми от посадочного устья четырьмя люльками, что позволяет увлажнять тестовые заготовки в течение 2-2,5 минут. Посадочный фронт и устья печи позволяет применять механизмы для последовательной посадки тестовых заготовок подовых изделий и другие аналогичные по конструкции. Готовые изделия разгружаются на ленточный транспортер 12 с индивидуальным приводом от электродвигателя мощностью 0,55 кВт и частотой вращения 1350 оборотов в минуту. Для приборов управления, регулирования и контроля температурного режима печи предусмотрен щит шкафного типа, устанавливаемый у рабочего места. Пуск и разогрев печи производится в порядке, описанном при рассмотрении печи П-119. Производительность печи в зависимости от вырабатываемого ассортимента составляет от 19 до 21 тонны в сутки. Технические характеристики хлебопекарных тупиковых конвейерных люлично-подиковых печей средней мощности представлены в таблице на слайде. Конвейерные люлично-подиковые печи большой мощности. Печь АЦХ является конвейерной люличной печью со сквозной пекарной камерой и комбинированной системой обогрева. Нагревательные пароводяные трубки и дымогарные трубы. И предназначена для выпечки в основном формового, ржаного и пшеничного хлеба. Особенностью этой печи является наличие камеры для окончательной расстойки теста, связанной с печью единым конвейером. В хлебопекарной промышленности имеется несколько вариантов этой печи, различающихся между собой размещением греющей поверхности в пекарной камере, количеством ярусов цепного конвейера 3, 5 и 7 и производительностью. Печь АЦХ со состоит из трехкамерной топки 1, расположенной в нижнем этаже нагревательной системы из пароводяных и дымогарных труб, пекарной камеры 4 с цепным люличным конвейером 3, камеры 5 окончательной расстойки, соединенной с печью общим конвейером. Топка печи приспособлена для сжигания мазута, газа, дров и угля. В последнем случае под колосниковую решетку подводится воздушное дутье. Размещение пароводяных и дымогарных труб в нагревательной системе зависит от принятого варианта. Существуют пятиярусные варианты, показанные на схеме 1 и семиярусные, показанные на схеме 2. В обоих вариантах верхние ярусы конвейера обогреваются дымогарными трубами, через которые проходят горячие газы после нагревания концов пароводяных трубок, передающих тепло ниже лежащим ярусам конвейера. Цепной конвейер печи размещается в трех, пяти или семи зонах, разделенных между собой металлическими перекрытиями для создания в каждой из них своего температурного режима. Цепной конвейер представляет собой пластинчатый шарнирно-роликовые цепи, перекинутые через звездочки, установленные на горизонтальных валах. Звездочки 2 у выгрузочного фронта являются приводными, звездочки 7 у посадочного фронта натяжными. Остальные звездочки служат для оттяжки цепного конвейера. Цепи конвейера с шагом 305 мм удерживаются в горизонтальном и наклонном положении направляющими 6 из уголковой стали. Между цепями подвешены люльки размером 2540 на 250 мм. Шаг подвески люлик 305 мм. Число люлик на конвейере зависит от числа ярусов конвейера, размещенных в печи. Печь АЦХ связана конвейером с камерой окончательной расстойки и по существу является растойно-печным агрегатом. Тесто, уложенные в формы, установленные на люльках конвейера, поступают первоначально в камеру расстойки, в которой с помощью радиаторов парового отопления и увлажнения насыщенным паром поддерживается требуемая для расстойки теста температура и влажность воздуха. Продолжительность расстойки регулируется изменением длины холостой части конвейера при помощи передвижной каретки 8. После расстойки формы с тестом переходят на из камеры расстойного шкафа в печь, где последовательно проходят все температурные зоны и поступают к месту выгрузки готовой продукции. Печь АЦХ является печью с прямолинейным процессом, при котором посадка теста производится с одного конца, а выемка хлеба с другого. Укладка теста в формы механизирована и производится конвейерно-ковшовым посадчиком ДПА, описание которого приведено ранее в отдельном видео, посвященном оборудованию для посадки тестовых заготовок на подпечи. Для выемки хлеба из формы применяются специальные механизмы, позволяющие автоматически выбить хлеб из форм. Конвейер приводится в движение от электродвигателя. Для первого варианта схемы с пятиярусной печью мощность электродвигателя 2,8 кВт, а частота вращения 950 оборотов в минуту. Движение передается через вариатор скорости и редуктор, как показано на кинематической схеме на слайде. Скорость конвейера, то есть продолжительность выпечки, регулируется вариатором скорости в пределах от 25 до 170 минут. Движение конвейера непрерывное, на случай необходимости печь снабжена ручным приводом. Производительность в печи АЦХ зависит от варианта размещения конвейера в печи. Наименование выпекаемых изделий, количество и размера форм, установленных в люльке. Количество люлик в печи и составляет от 35 до 90 тонн в сутки. Печь ХПА-40 предназначена для выпечки формового хлеба из ржаной и пшеничной муки. В пекарной камере 1 печи размещен четырехъярусный конвейер 2 из пластинчато-роликовых цепей с шагом 140 мм. На конвейере между цепями подвешено 98 100 люлик размером 1720 на 220 мм с шагом подвески 280 мм. Конвейер поддерживается направляющими из уголковой стали 90 на 60 на 8 миллиметров и четырьмя парами ведомых звездочек 4, установленных на валах, подшипники которых вынесены в ниши с наружной стороны боковых стен. Ведущие звездочки 13 расположены за пределами кладки печи в металлическом кожухе. Грузовая натяжная станция находится у задних верхних звездочек 7. Обогрев пекарной камеры смешанной. В средней части камера обогревается пароводяными трубками 6, в нижней двумя кирпичными каналами 3 и в верхней девятью дымогарными трубами 10, диаметром 110 мм. Нагревательные трубки длиной 5300 мм установлены в четыре ряда с шагом по горизонтали 70 мм, по вертикали 85 мм и с уклоном в сторону топки 40 мм на 1 метр трубы. Дымовые газы из топки обогревают концы нагревательных трубок, направляются по боковым каналам в нижние газоходы 3, затем по вертикальным каналам поступают в металлическую сборную камеру 11 с малым термическим сопротивлением, откуда проходят по дымогарным трубам 10, под водогрейные котелки 8. Далее вборов 9 и дымовую трубу. Конвейер печи приводится в движение от электродвигателя через вариатор скорости, который позволяет регулировать продолжительность выпечки от 38 до 55 минут. Преимуществом печи ХПА-40 является наличие зоны обжарки в начальной стадии выпечки, что особенно важно при выработке хлеба из ржаной и ржано-пшеничной муки. Передача тепла в этой зоне происходит через металлическую стенку 12, отделяющую сборную камеру 11 от пекарной камеры печи. В пекарной камере на расстоянии 1,2 метра от посадочной дверцы над нижней ветвью конвейера установлен механизм, который опрыскивает водой одновременно 4 люльки с хлебом. Производительность печи составляет 40-45 тонн в сутки формового хлеба из ржаной обойной муки массой 1 кг. Техническая характеристика конвейерных люлично-подиковых печей большой мощности с комбинированным способом обогрева пекарной камеры представлена на слайде. Печь с жестким кольцевым конвейером применяется на хлебозаводах системы Морсакова и предназначена для выпечки хлебных изделий из пшеничной и ржаной муки. Печь представляет собой кольцеобразный туннель 1, внутри которого расположен кольцевой под 2. Над и под подом размещены нагревательные секции 5 из стальных толстостенных бесшовных труб. Стены верхней и нижней ограждения каркасного типа с изоляцией. Основанием кольцевого пода служат два швеллера 3, сверху покрытых листовой сталью толщиной 5 мм. Швеллеры опираются на ролике 4. Некоторые из них являются ведущими и приводятся в движение от электродвигателей. На хлебозаводах системы Морсакова печи построены разных размеров с подами средним диаметром от 7 до 27 метров и шириной от 1660 до 2200 мм. Над печью расположен кольцевой конвейер 6, шкаф окончательной расстойки. Посадка на под тестовых заготовок и выгрузка готовой продукции механизированы и производятся в одном месте туннеля. Для увлажнения среды пекарной камеры из котельной завода через гребенки подается пар низкого давления. Гребенки изготовлены из трубок диаметром 12,5-19 мм, в которых для выхода пара просверлены отверстия диаметром 4 мм. Нагревается пекарная камера трубчатыми секциями 1, в которой подается пар высокого давления 10 мегапаскалей от вертикально-воду трубного котла 2. Система пароснабжения работает по принципу замкнутого цикла. Отдав часть тепла пекарной камере, пар конденсируется и самотеком возвращается в котел по трубопроводу 3. Для утилизации тепла предусмотрен водоподогреватель экономайзер 5, а для регулирования тяги в дымоходе шибер 4. Для контроля температуры в боковых стенах печи в разных зонах установлены угловые термометры или термопары. Производительность печи зависит от среднего диаметра кольца, ширины пода и ассортимента изделий. При выпечке батонов из пшеничной муки второго сорта производительность на 1 квадратный метр пода составляет от 0,68 до 0,78 тонн в сутки. Элементы расчета производительности хлебопекарных печей. Производительность хлебопекарных печей зависит от количества хлебных изделий, находящихся на поду или в люльке, массы изделий и продолжительности выпечки, установленные технологическими инструкциями производства хлебобулочных изделий. Количество изделий, размещаемых на поду или в люльке, определяется расчетом и зависит от размеров изделий, длины, ширины, диаметра и величины зазоров между ними, во избежание слепания кусков теста и получения притисков. Размер зазоров устанавливается опытным путем и практически принимается от 2 до 3 сантиметров. Количество рядов, размещаемых по ширине пода или люльки, определяется по формуле, представленной на слайде. Количество рядов по длине пода или люльки определяется по формуле, представленной на слайде. Общее количество хлебных изделий на поду или в люльке рассчитывается по формуле, представленной на слайде. При определении количества изделий на поду или люльке, должно быть найдено наиболее рациональное их размещение. При выпечке хлебных изделий в формах зазор между ними устанавливается не менее 5 мм, а зазор между подовыми изделиями не менее 2 см. Укладка тестовых заготовок, выпекаемых на листах, производится аналогично размещению изделий на поду. Размеры и количество листов связывается с размерами пода или люльки печи. Производительность конвейерной печи с ленточным или стационарным подом в килограммах час определяется по формуле, представленной на слайде. Производительность конвейерной люлично-подиковой печи в килограммах часа определяется по формуле, представленной на слайде. Правила эксплуатации и меры безопасности при обслуживании хлебопекарных печей. В зависимости от типа и конструкции печей, количество тепла и влаги, выделяемых печами через посадочные и выгрузочные отверстия и поверхность ограждений, а также уровни механизации, автоматизации, управления и контроля за процессами производства. Условия обслуживания хлебопекарных печей отличаются. Это обязывает выполнять разработанные типовые инструкции и правила по эксплуатации и технике безопасности каждого типа печей. Однако ряд основных требований по эксплуатации и технике безопасности, относящихся ко всем печам, будут изложены далее. Вентиляция. Хлебопекарные печи при работе выделяют значительное количество тепла и влаги. Кроме того, от пригорания растительного масла, которым смазываются формы и листы, в помещении пекарного отделения наблюдается загазованность. Поэтому работе вентиляции должно уделяться особенно большое внимание у рабочих мест. Температура наружных поверхностях печей не должна превышать 45 градусов. Для снижения температуры посадочно-выгрузочных зон печей предусматриваются душирующие устройства. Освещение. Все рабочие места обслуживающего печи персонала должны быть хорошо освещены, не ниже 75 люкс. Применяемые при ремонте печей переносные электролампы должны быть под напряжением 12 вольт. Электрооборудование. Для обеспечения защиты работающих от поражения электротоком все электродвигатели, пусковые приборы и металлические конструкции каркастых печей должны быть заземлены. Общие требования. К работе у хлевопекарных печей допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста и прошедшие инструктаж по обслуживанию и мерам безопасности. Обслуживающий персонал должен хорошо изучить конструкцию печи, принцип работы печи, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, правила пуска и остановки привода. Перед началом работы обслуживающий персонал должен проверить. Исправность всех контрольно-измерительных приборов, работу вентиляционных устройств, наличие ограждений на приводах конвейера печи и вентиляционных устройств, исправность основного оборудования механизмов по посадке, надрезке, наколке, тестовых заготовок и выгрузке готовых изделий, исправность инвентаря, форм листов. Обслуживающему персоналу запрещается работать на неисправном оборудовании и при снятых ограждениях, оставлять рабочее место без присмотра, загромождать проходы и пол на рабочем месте формами, листами и другими предметами, работать без санитарной одежды или в неисправной санитарной одежде. Чистить и смазывать оборудование и поправлять секции с формами на люльках конвейера на ходу. Обслуживающий персонал печи отвечает за повреждения и аварии, которые произошли во время работы, от несоблюдения установленных инструкций, правил эксплуатации и мер безопасности. Обслуживание печей на газообразном топливе. Горючий газ содержит элементы, оказывающие токсичное действие. К ним относятся окись углерода, бензол и прочее. Содержание в воздухе окиси углерода, СО, свыше 0,05 грамм на метр, кубический является смертельным. Кроме того, горячие газы обладают при некоторых условиях взрывоопасностью, поэтому при газовом обогреве печи особое внимание должно уделяться мерам безопасности, полной герметичной системы газопроводки, строгое выполнение установленных правил зажигания и работы горелок, внимательное наблюдение за контрольно-измерительными приборами и точное соблюдение мер безопасности на рабочем месте. В процессе обслуживания печей при сжигании твердого топлива особое внимание должно быть уделено правильному ведению сжигания топлива и мерам безопасного обслуживания топок. Эксплуатация и розжиг топки печей должны производиться строго в соответствии с утвержденной инструкцией. Загрузка топок топливом, шнуровка и чистка колостяковой решетки производится при выключенном дутье и в защитных очках. В топочных отделениях печей должны быть предусмотрены средства пожаротушения, огнетушители, ящики с песком и т.п. Обслуживание печей с электрообогревом производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации печей с электрообогревом того машиностроительного завода, который выпускает печь. Разогрев печи из холодного состояния до требуемой температуры должен производиться постепенно. При дистанционном или ручном включении ток дается только одной группе электронагревателей. При достижении температуры в пекарной камере 120 градусов Цельсия включается вторая группа и т.д. Продолжительность разогрева печи из холодного состояния должна быть не менее 2,5 часов, так как при несоблюдении этого условия может произойти нарушение плотности соединений секций и узлов печи и недопустимая деформация деталей и механизмов. После разогрева печи система управления переводит с ручного режима на автоматический. В этом видео мы рассмотрели устройство и принцип действия хлебопекарных печей средней мощности, конвейерных люлично-подиковых печей большой мощности и печей с жестким кольцевым конвейером. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!